Приветствуем всех любящих читать и размышлять над Божьим Словом. Сегодня мы завершаем вторую главу Деяния Апостолов и читаем с 29 по 47 стихи. Верим, что и сегодня мы с вами будем получать от Бога что-то интересное, важное и полезное для нашей жизни. Поэтому всем добро пожаловать! Вы на канале Арим. С вами Руслан и Ирина Андреевы, и это подкаст «Библия. Читаем вместе». И перед началом чтения откроем себя для принятия служения Святого Духа. Отец, мы осознаем, что это Твое вернейшее пророческое Слово, к которому мы обращаемся, и мы осознаем, что сами понять в этом Слове мы ничего не можем. Но Ты послал нам Святого Духа, Учителя и Наставника, поэтому мы просим и принимаем, Святой Дух, Твое служение. Наставь нас на всякую истину. Поговори с нами лично через те истины, над которыми мы будем сегодня размышлять. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Итак, с 29 стиха. Напомним, что это продолжается речь апостола Петра. Мужи, братья, да будет позволено с дерзновением сказать вам о праце Давиде, что он и умер, и погребен, и гроб его у нас до сего дня. Будучи же пророком и зная, что Бог, склятывая, обещал ему от плода чресла его воздвигнуть Христа во плоти и посадить на престоле его, он прежде сказал о воскресении Христа, что не оставлена душа его в аде, и плоть его не видела тления. Сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели. Итак, Он, быв вознесен десницей Божью и приняв от Отца обетование Святого Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите. Ибо Давид не вошел на небеса, но сам говорит, сказал Господь Господу моему, «Сиди, одеснуй меня, доколе положу врагов твоих в подножье ног твоих». Итак, твердо знай, весь дом Израилев, что Бог садел Господом и Христом сего Иисуса, которого вы распили. Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, «Что нам делать, мужи и братья?» Петр же сказал им, «Покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш». И другими многими словами он свидетельствовал и увещевал, говоря, «Спасайтесь от рода сего развращенного». И так охотно принявшие слово его крестились, и присоединилась в тот день душ около трех тысяч. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и в преломлении хлеба и в молитвах. Был же страх на всякой душе, и много чудес и знамений совершилось через апостолов в Иерусалиме. Все же верующие были вместе и имели все общее, и продавали имение и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. «И каждый день единодушно пребывали в храме, и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви». Аминь. Итак, вначале я хотел бы обратить внимание на 46 стих. В прежних выпусках мы часто фиксировали вот это слово «единодушно», «единодушно». В первой главе они были собраны единодушно после того, как пришли из горы Елеонской. Затем на протяжении 10 дней они единодушно пребывали. К 10 дню они также единодушно вместе молятся и принимают от Святого Духа. В начале второй главы мы видим, они единодушно выходят на площадь. Помните, Петр и 11 с ним все вместе встали. А здесь уже, смотри, единодушие переходит на следующую как бы стадию. Теперь каждый день уже собрания людей, которые уже не сотнями исчисляются, а тысячами, начинают также собираться единодушно вместе. Короткий тезис. Единодушие, за которым стоит Святой Дух, имеет тенденцию возрастать и распространяться. Аминь. Хорошо. Если мы сейчас вернемся опять к началу, к 29 и 30 стиху, краткое напоминание, что здесь у нас продолжение прежде начатого Петром послания. Помните, когда он цитирует вначале пророка Иоиля, а затем цитирует слова Давида. И вот здесь с 29 стиха он начинает вести как бы толкование. И вот он берет эти слова Давида и начинает их истолковывать. И вот он говорит, смотрите, вот наш праотец Давид. Он умер. Мы все знаем, что он умер? Да. Мы знаем, где он похоронен? Да. Где гроб его и кости его? Мы знаем? Да. То есть, значит, то, о чем Давид пророчески говорил в стихах выше, что душа его не наследует тление, это пророческие слова, связанные не с ним? Все приходят к пониманию. Ну да, это слова, которые пророчески должны были относиться не к самому Давиду. И затем в 30-м он переходит и говорит, «Будучи пророком и зная, что Бог склятвою, обещал ему от плода чресла его воздвигнуть Христа во плоти и посадить на престоле». Вот этот 30-й стих меня привлек одним словом, вот этим «зная». Посмотрите, «Давид, будучи пророком, зная, что Бог пообещал ему склятвой от его плода чресл воздвигнуть Христа во плоти и посадить его на престоле царства, царствовать во веки». И как бы мы могли бы быстро пройти эту фразу? Ну да, Давид, будучи пророком, знал об этом. Почему? Ну, потому что Бог ему сказал, поэтому он узнал. Но если вы не спеша посмотрите, а как это могло происходить в жизни самого Давида? Просто задаться этим вопросом, а как сам Давид это мог принять? А он принимал это в следующем порядке. Вначале Бог дал ему обещание. Какое обещание? «Что от чресл твоих произойдет тот, кто воссядет на престоле царства Израилева и будет царствовать во веки. И я буду ему отцом, и он будет мне сыном». Бог дал Давиду вот такое обещание. Но знаете, как Бог это сделал? Бог сказал эти слова Давиду через пророка Нафана. То есть пророк Нафан пришел и сказал, так говорит Господь. И Давид мог принять эти слова по-разному. Можно было принять это как, ну да, прикольно, было бы хорошо. Хорошо бы, если бы так было. Но Давид вот как принял эти слова. Да, будет именно вот так. Я верю и я принимаю. И если вы посмотрите на перевод вот этого слова «зная», то его еврейское значение означает созерцать, быть внимательно сосредоточенным на этом, рассматривать это. То есть Давид постоянно рассматривает это до того состояния, что он уже занимает позицию «я знаю, что будет вот как». И вот к какому тезису я хотел бы привести, что именно от того, насколько мы принимаем и соединяемся с первым обетованием, которое Бог говорит нам, ровно настолько будет зависеть и последующие детали, связанные с этим откровением. Потому что вначале Давид поверил, что «да, от моего семени и шресла моих произойдет царь Израиль в Мессия, который воцарится и будет царствовать вовеки». А уже затем Бог открывает ему детали, что Мессия, он пройдет через смерть, в воскресенье, будет вознесен во славе, «он не познает тление, и он воцарится на престоле Божьем». Понимаете, продолжение уже этих деталей Давид принимает на прежде утвержденном основании. «Я верю, что от меня произойдет царь Израиль». И вот почему это для нас важно. Потому что и нам с вами, так же, как и Давиду, доступны великие и драгоценные обетования. Вот здесь, в Священном Писании, уже озвучены около семи тысяч обещаний Бога, относящихся лично к нам. Но если мы спросим сами себя, а насколько я соединен с вот этим обетованием? Например, ранами Иисуса ты исцелен. Ты и праведность Божья во Христе Иисусе. Или ты уже богат на всякое доброе дело, потому что Христос обнищал, чтобы ты сделался богатым. Насколько мы с вами соединены с вот этими базовыми обетованиями, если они все еще не находятся на уровне «я знаю это, и я твердо стою в этом», то вряд ли Бог будет озвучивать вам последующие детали, детали, связанными с этими обетованиями. Другими словами, насколько я выбираю идти во взаимодействие с тем, что Бог говорит мне. Насколько я выбираю углубляться в это, чтобы не просто иметь знание, как некую информацию, но настолько углубляться в эту истину, чтобы это превращалось в откровение внутри нас. Напомним, друзья, потому что именно размышления приносят откровения. Поэтому если у вас есть некоторые знания об обетованиях Божьих, но вы можете честно признаться себе, что на данный момент у вас нет именно откровений об этом, в которых бы вы сегодня двигались активно, то один из недостающих пазлов – это тихое, спокойное время размышлений вместе с Духом Божьим над теми обещаниями, которые записаны в Библии. И, кстати, интересно, что Бог говорил о подобном же мне только через 39 стих. Смотри, как Петр продолжает в 39 стихе. Он говорит, ибо вам принадлежит обетование. И вот эта фраза меня привлекла. Вам принадлежит обетование. И тут же у меня возник вопрос, но что вы делаете с этим? Другими словами, он говорит, Бог переписал на вас некое наследство. Посылка отправлена. Подарок оформлен лично на ваше имя. Но пойдете ли вы на почту, чтобы получить его? Пойдете ли вы во взаимодействие с этим обетованием? И если для вас это будет нечто ценным, важным, значимым, что-то, что вы действительно хотите иметь, то, скорее всего, вы обязательно пойдете и заберете это. Причем вы будете отслеживать, как только она придет. Вы тут же, в этот же день, скорее всего, пойдете и заберете ее. Но если это будет для вас что-то незначимое, неважное, да вообще, в принципе, мне и без него хорошо, но мне как бы особо и не надо, то вполне вероятно, что эта посылка может и остаться там. И я увидела, что что-то похожее происходит с некоторыми обетованиями от Бога. Потому что в данном случае сейчас Петр, смотри, о чем он говорит? Он говорит об обетовании, спасении и излиянии Святого Духа. И задам нам с вами следующий вопрос. А кто из нас с вами, кто сейчас нас слушает, вы уже спасены? Кому из нас с вами уже подарен Святой Дух? И вы крещены Святым Духом, и вы говорите на иных языках. И эта сила Божья уже пребывает внутри вас. Это обетование уже принадлежит нам. И следующий вопрос. И что мы с этим с вами делаем? Осознаем ли мы всю эту прелесть, привилегию быть рожденными свыше? Или из-за того, что это уже не первый день, не первый месяц, и даже, может быть, не первый год, это стало чем-то таким, ну да, конечно, я спасен, понятное дело, я спасен. И приводит ли это нас с вами в восторг и радость? Приводит ли это нас с вами к благодарности Богу за этот величайший подарок? Потому что спасение, дар вечной жизни, на самом деле, это подарок номер один. Именно благодаря тому, что Отец через Иисуса простил нам грехи, мы имеем теперь жизнь вечную, и это подарок. Это подарок, что Святой Дух излит в нашу жизнь. Но насколько мы осознаем и ценим это? Насколько мы благодарим Бога за это обетование и каждый день взаимодействуем с этим? И размышляя дальше над этим пунктом, я прочитала следующий стих. Смотри дальше, в сороковом стихе написано, и другими многими словами он свидетельствовал и увещевал, говоря, спасайтесь от рода сего развращенного. И знаешь, какой пазл я дальше здесь увидела? Он говорит, ребята, для того, чтобы вам спастись от этого развращенного рода, вам нужно обетование Божье. Как мы можем спасти себя или наших детей, или наших дальних от этого развращенного рода? И именно через то, что мы с вами погружаемся в обетование. Вы понимаете, когда мы идем во взаимодействие с обетованием Божьим, которое нам уже принадлежит, вот тогда мы способны и себя, и свой дом, и своих детей, и свою семью спасать от этого развращенного рода. Если посмотреть слово развращенный также по словарю Стронга, это означает кривой, изогнутый, неправедный, лживый, извилистый, сгорбленный, запутанный. Посмотрите, к чему нас Бог призывает. Он показывает нам уже путь выхода. Он говорит, единственный вариант, как вы можете избавиться от лжи этого мира, от запутанности этого мира, это только вхождение в обетование, которое вам принадлежит. Потому что обетование от Бога — это истина. Понимаете, этот мир, он навязывает эту ложь, что ты никто, звать тебя никак, у тебя ничего не получится, ты ничего не достоин, ты вообще всю остальную жизнь будешь в долгах, как в шелках, и болячки у тебя будут со всех сторон. Никакой перспективы, и засуха будет, и всё будет только и дорожать вокруг. А у тебя денег не будет, потому что откуда им взяться? Сейчас в стране кризис и так далее. И Бог говорит, ребята, для того, чтобы вам избавиться от этой лжи, есть только один путь. Вхождение в эти обещания, которые вам уже подарены, более того, они вам уже принадлежат. И эта мысль, она очень созвучна с тем, о чём ты говорил до этого. Именно моё взаимодействие со Словом Божьим, которое Бог даёт в мою жизнь, оно определяет то, насколько я буду спасаема от этого лживого мира. Насколько я не позволю лжи поражённого врага руководить моими эмоциями, моими реакциями, моими словами, поступками. Насколько я не позволю этой лжи проникать в мой дом и пытаться разрушать мои взаимоотношения в семье. Насколько я не позволю каким-то диагнозам, симптомам или анализам диктовать моему телу, каким оно будет теперь. Нет. Я беру обетование. Ранами Иисуса Христа я исцелена. Но опять-таки, я понимаю, что если я просто оставлю это на уровне разума, как информацию, я понимаю, что результатов особо не будет. Это одна из причин, почему не всегда ещё пока можно видеть проявление этого обетования. Но когда мы видим, что человек начинает углубляться в это, начинает размышлять, начинает общаться с Духом Святым вокруг этого, позволяя Духу Святому открывать то, что Бог вложил в эти обетования, то мы видим, что жизнь людей преображается. Что эта сфера, этот вопрос, эти обстоятельства, они однозначно начинают меняться. Но меняться они начинают не извне, а потом вовнутрь, нет, перемены происходят как раз-таки вначале внутри нас. И изнутри нас потом это проявляется всё снаружи. Потом уже обстоятельства начинают меняться, потом уже реакции начинают другие происходить, потом уже слова из нас выходят другие. После чего? После того, когда мы идём во взаимодействие с обетованиями, которые нам принадлежат, и мы позволяем Святому Духу научать нас. Но опять-таки, это выбор, и это решение с нашей стороны. То насколько я буду идти во взаимодействие с этим? Качество, скорость, постоянство, эффективность, она зависит от моего выбора. Если снова вернуться к 37 стиху, где народ спрашивает, что же нам делать, мужи, братья? И в 38 Пётр говорит, вот что, покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса, для прощения грехов получите дар Святого Духа. И вот здесь важно выделить, что сейчас в 38 стихе Пётр говорит о новом крещении. Вы помните, прежде Израиль крестился крещением Иоанновым, а вот здесь, в 38 стихе, Пётр говорит о крещении во имя Иисуса Христа. Ну, для нас это как бы фраза, крещение во имя Иисуса Христа. Но для евреев это должно было звучать вот так. И до соединиться каждый с именем Иисуса. Пётр использует слово «баптиза». И до баптиза, до погрузиться, до соединиться каждый с чем? С именем Иисуса. То есть Пётр как бы показывает, вот что вам надо делать. У вас должно подняться осознание, что то, где я был прежде, это неверное. И я оставляю это, я каюсь в этом. Второе. Я соединяюсь с Иисусом. Я погружаюсь в Иисуса. И вот это и есть основание новозаветнего служения. Когда мы с вами уже не думаем, вот здесь я, а вот там Христос. Христос на небе, я вот здесь на земле. Бог там, я здесь. Нет. Как раз новозаветний образ мышления и призывает нас к тому, чтобы мы думали в полном единстве со Христом. Я и Христос едино. Я во Христе умер, был погребен. Я во Христе воскрес из мертвых. Я во Христе вознесен и посажен на небесах. Это и есть. И докрестится каждый из вас во что? В единство со Христом. В единую историю с Ним. Что его жизнь, это моя жизнь. Я с Ним едино. После чего он говорит, на вас будет проявляться дары Святого Духа, которые принадлежат вам и детям вашим. Вот эту деталь я хотел бы выделить, что с этого момента начинается вот этот новый вид крещения. Крещение во Христа. Учение о полном нашем единстве со Христом. Я и Христос едино. Потом апостол Павел часто будет повторять это в своих посланиях. Уже не я живу, но живет во мне Христос. И так далее. Аминь. Вот наши размышления вокруг этих стихов. Здесь еще очень много важных и интересных истин. Но напомним вам, что у нас нет цели трактовать каждый стих, друзья. Нам важно получить от Бога те маячки, которые Он хочет, чтобы мы с вами начали практиковать в нашей ежедневной жизни. Но для того, чтобы зайти в практику, вам прежде нужно последовать за этим маячком. Что это значит? Это значит, не спешите, остановитесь на том стихе или на том слове, на той фразе, которая наиболее привлекла ваше внимание. И начните говорить об этом с Господом. Просто проговаривайте перед Ним свои мысли. Озвучивайте то, как вы это видите, что вы чувствуете, как вы это воспринимаете. Озвучивайте это перед Господом. Тем самым вы будете позволять Ему задать некое направление и привести вас к следующему откровению или к следующему маячку, к следующему пониманию. Это важная и ценная практика, в которой каждому из нас важно возрастать, чем мы с вами и занимаемся в этих подкастах. Аминь! Аминь! А что по этому поводу думаете вы? На что Господь обратил ваше внимание? С радостью почитаем вашу обратную связь либо в комментариях, либо же в чате Bible в Telegram. Напомню, друзья, что это всегда интересно и назидательно. И, кстати, там же в чате Bible каждую субботу в 14.00 по киевскому времени у нас проходят онлайн-эфиры в аудиоформате, где вы можете послушать откровения других участников о прочитанном и при желании поделиться своими. Аминь! Отец, мы благодарим Тебя за Твое Слово, за служение Твоего Святого Духа, за великую жертву Иисуса Христа и за Твою любовь к нам. Мы благодарим Тебя за все обетования, которые Ты уже сделал нам доступны, они нам принадлежат, и мы принимаем решение входить и принимать, чтобы на нас проявлялось призабильное богатство Твоей доброты к нам во Христе. Аминь! Аминь! Рады были быть сегодня с вами. В следующем выпуске услышимся. И помните, что вы уже исполнены силы для того, чтобы быть свидетелем Иисуса до края земли. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова